Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать... Да, у нас с вами будет такой обалденный салат, рецепт на который, как всегда, вы можете найти в инфобоксе. И еще у нас здесь жареные пельмешечки. Кофе. Три в одном, который я покупала в Брау. Очень густой. Еще с горячим шоколадом. Я один раз была в ресторане, но не совсем ресторан, Sky Bar называется. В общем, и там я заказала кофе, и мне просто взяли кофе три в одном, перемешали и принесли. То есть это кофе было не сделанное с помощью кофемашинки. А просто перемешал и принесли. Вот и все. Салатик такой вкусный, ребята. Здесь копченая грудка. Здесь помидорки. Яйцо сверху, зелень. Просто все, как я люблю. Мне безумно понравилось ночевать у Фати. Она безумно гостеприимная. Все было просто зашибись, но... Ничего не может сравниться с твоей кроваткой и твоей комнатой. В гостях хорошо, а дома... Дома реально намного лучше. Раньше, когда я была маленькая, мне так нравилось ночевать в моей двоюродной сестре. Мне было намного комфортнее у нее, чем у себя дома. Но повозрослев, я поняла, что все-таки дом, весь дом. Такую причесочку... Теперь делаю не только для видео. Мне настолько понравилось. Мне кажется, мне очень идет. Мне кажется, мне очень идет. Всегда, когда я у кого-то остаюсь, я прихожу домой, и чисто мне хочется отоспаться. Поэтому вчера не было мукпанка. Потому что... Пришла домой, неохота была ничего снимать, ничего монтировать. Решила просто лечь спать. Салатик просто бомба. У меня брат ездил отдыхать на дачу к своему другу. По-моему, дней на 10. Потом приходил домой и опять гулять. Я человек очень связанный со своим домом. Я настолько домашний человек. Это прям нечто. Я спокойно могу отдохнуть, сидя дома, смотря ютубчик. Вкусно-тища. Я думала, съем, не съем. Сейчас уверена, что съем. У нас копченая курица. Так дорого стоит. В России не настолько дорого. А еще больше всего напрягает, когда, например, долгое время находишься, например, в Азербайджане, а потом едешь в Россию и какие-то продукты там нету или есть других марок. И они на вкус тоже другие. Это жутко раздражает. Даже кока-кола, когда я в первый раз приехала в Азербайджан, за долгое время, так скажем, я такая попробовала кока-колу и такая думаю, блин, это не та же самая кока-кола, которая есть в России. какая она невкусная, как я буду жить с такой кока-колой. А потом прошло время, как бы настолько привыкла уже к этой коре, что когда едешь куда-то, тебе хочется все продукты взять отсюда. Правда жизни. Ничего более. Однажды мы поехали к моей тете. Они живут в деревне. И моей тете есть продуктовый магазин. Как мы тогда оторвались? Мы гости, получается, нам вроде ничего не могут сказать. И мой брат постоянно заходил в этот магазинчик, брал оттуда жвачки. Брал какие-то конфеты. Потом мама начала ругать его. Говорит, люди открыли этот магазин, закупились продуктами, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы вот ты пришел и вот так вот начал кушать. кушать, жевать, пить все, что там есть. Салатик просто бомба. Я люблю майонез. Люблю все салаты с майонезом. Жареные пельмешки это нечто. Обязательно приготовьте. Рецепт я вам тоже оставлю внизу. Просто и легко, а главное, очень вкусно. Как мне полюбился этот ракурс. Вы не представляете, насколько удобно так сидеть. Насколько комфортно. Я в инстаграме поставила историю. Сколько я смеялась, ребята. Какие вы у меня позитивные. Я поставила опросник и сказала о том, что я ищу собаку. Естественно, из Азербайджана. У меня есть идея. Собаку отблагодарю кормом. Большим. Я попросила у своих подписчиков покидать фотографии, кто может одолжить. Одна девочка пишет. Реально очень смешно. Я прям читала и угорала реально. Одна девочка пишет. У меня нету собаки, но у меня есть рыбка. Ну, куда рыбка, куда собака? Другая пишет. У меня есть собака. Пудель. Вот фотографии. Но я живу в России. Другая пишет. Я могу привезти, но я живу в Казахстане. Очень смешно. Обожаю людей с чувством юбра. Я понимаю, что это стёб, но это реально очень смешно. У меня есть собака, вот её фотография. Мы в Казахстане, но я могу её привезти. Из Казахстана. Прикольно. Я не люблю людей, которые из каждой мелочи раздувают, вот, не знаю, скандал, да? Кто-то мог подумать, вот ты стебёшься надо мной, я серьёзно говорю про собаку. Но я это воспринимаю просто как шутку. не более того. Кто-то там пишет, не знаю, я живу в Баку, но у меня есть курица. В общем, очень смешно. Я вас очень люблю, реально. За то, что вы у меня такие добрые, позитивные. реально очень приятно. заходишь в мой инстаграм, у меня всего 40 тысяч подписчиков и у меня 8-9 тысяч лайков. Это говорит о людях. Людям не жалко поставить лайк. Иногда смотришь миллион подписчиков, 4 тысячи лайков, особенно участников Дома 2. то есть у меня, мне кажется, максимально добрые, позитивные люди. А всё почему? Потому что мы любим пожрать. Потому что мы не сидим, никого здесь не провоцируем, никого не оскорбляем. Мы просто никого не трогаем, сидим, жрём. Раньше очень много мне писали «Хватит чавкать, хватит сжирать, сколько можно!» Сейчас ни одного такого комментария нету. Извиняюсь. Я очень ценю в людях доброту. Я шла из магазина с арбузом и по дороге один парень мне предложил помочь мне с сумками. Я сказала, что нет, спасибо, я сама дотащу. Он сказал, вы уверены, я могу вам помочь, в какую сторону вы идёте. И это был абсолютно не подкат. Это была просто доброта. Мне очень нравятся добрые люди. Мне нравятся люди, которые пишут кому-то хорошие комментарии. Иногда я пишу какому-то блогеру, например, хороший комментарий и в комментариях все пишут «О, Айка, привет, ты здесь?» Я не вижу ничего постыдного в этом. Почему бы не написать и не сделать кому-то что-то приятное? Я считаю, что доброта – это наше всё. Пусть все добрее, и люди к вам потянутся. Я прям руками. если вы не подписаны на мой тикток, обязательно подписывайтесь, ссылочка будет внизу. жареные пельмени – это вообще нечто. Это очень вкусно. Попробуйте обязательно. На этом, ребятки, всё. Я наелась. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Ждите новые видео. Всем пока.